99,6 это Финам ФМ, программа Про и Контро в студии Константин Андреев. Доброе утро, вы парадный продюсер Лена Буцкая и звукорежиссер Иван Куприянов. Спасибо им, что помогают мне делать этот эфир. Не буду сегодня оригинален, если скажу, что затянувшийся в нашем регионе, да и во всем мире, похоже, зима, честно говоря, надоела. И все бы ничего, но на ослабленный за зиму организм садится всякая зараза. Нет, это, конечно, не информационный повод для нашего сегодняшнего разговора, просто еще один повод вспомнить о такой отрасли, как фармация. Может ли Россия обеспечить себя сама лекарственными препаратами? Так звучит наша сегодняшняя тема. Вопрос этот на самых разных уровнях поднимается уже не один год, в том числе на самом высоком уровне. Проблемам развития фармацевтической отрасли, обеспечением России собственными лекарствами, лекарствами собственного производства занимается, в том числе нынешний председатель правительства, а в прошлом, совсем недавнем прошлом, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Так как же обстоят дела в российской фармотрасли? Легко ли выживать отечественному фармопроизводителю? Сегодня у нас много будет гостей. По телефону в студии у нас Владислав Дегин, президент группы компании Пептос. Пеппептос, правильно назвал, да? Ну, кроме всего прочего, он доктор биологических наук и профессор. Доброе утро. Доброе утро. Перед тем, как начнем мы нашу беседу, хотел бы несколько цифр, чтобы не быть голословным. Российский фармацевтический рынок развивается очень динамично, говорят нам исследования. Это компания Фрост и Салливан. Это, я сразу хочу вас спросить, это такая уважаемая компания? Ну, по крайней мере, одна из компаний, которая анализирует российский рынок. Вот именно фармацевтический? Да. Благодаря высоким темпам роста и емкости российский рынок наряду с азиатским является одним из наиболее перспективных и привлекательных. Это как раз вот Фрост и Салливан говорит. По данным, за одиннадцатый год фармрынок в России занимал восьмое место среди крупнейших рынков лекарств мира и по темпам роста поднялся еще выше на третье место. Другими словами, российский рынок лекарств является одним из самых динамичных и перспективных в мире. К примеру, в докризисный год, то есть до 2008-го, он рос в среднем на 32% в год, то есть на треть. Способствует этому, как говорят исследователи, большое население, ну, 143 миллиона, все-таки достаточно много, стареющее население. К одиннадцатому году, к сожалению, да, у нас достаточно много было людей, перешагнувших барьер в 60 лет. Низкий уровень здоровья нации. Опять-таки исследователи говорят, достаточно отметить, что смертность россиян трудоспособного возраста в 4,5 раза выше европейской. Одержимость самолечением почему-то сюда включена. Ну, видимо, исследователям лучше знать. Мы как раз об этом сейчас спросим наших экспертов. Ну, и кроме всего прочего, как говорят устаревшие лекарства, более 60% потребляемых населением упаковок приходится на устаревшие, дешево, а значит, малоэффективные лекарственные препараты. Так ли это на самом деле, говорим сегодня с нашими экспертами. Еще раз повторю, может ли Россия обеспечить себя лекарственными препаратами. Такова наша тема. Присоединяйтесь к нашей беседе 6510-99,6-495, код города Москвы, 6510-99,6-495. Это наш телефон. И финам.фм, страничка программы «Про и Контра». Пишите, звоните, может быть, вам есть что сказать по поводу формации, потому что, в принципе, как мы уже выяснили, в лекарствах у нас все как в балете примерно и в фигурном катании все маломальски разбираются. Хотя никто, в общем, не имеющий специального образования, не знает, но тем не менее. Владислав, вот что я хотел вас спросить перед тем, как мы начнем нашу беседу. Скажите, советская школа фармацевтическая и советское производство фармацевтическое действительно занимало какое-то серьезное место в мире или это миф? Нет, это не миф. Это действительно была продуманная программа, не только советская, но и даже страна СЭФ. К сожалению, она была продумана немножко однобоко, потому что все тяжелые производства, производства субстанций, наша страна была обеспечена антибиотиками, витаминами, другими препаратами. Собственного производства. Собственного производства. У нас были крупнейшие предприятия, это Курган, Уссулия-Сибирская, Ангарск. Там была очень серьезная фармацевтическая химия и не только фармацевтическая. А упаковка, которая считалась вроде бы как простым делом, упаковка, фасовка, красивые упаковочки, это все отдавались с стороны СЭФ. Отсюда у нас огромное количество до сих пор препаратов болгарских, польских, немецких. И они известны. Почему у нас говорят рынок старых препаратов? На самом деле я не могу согласиться, что старые это все время плохие. Есть старые замечательные, они всегда будут хорошими. Просто есть препараты, грубо говоря, первого поколения, второго поколения, пятого поколения. Это не значит, что они плохие, просто есть более, ну скажем, прецизионно действующие или более узконаправленные. Вот, поэтому упаковка этих препаратов была в странах СЭФ. И до сих пор наше торговое название на слуху у нас известны, там, я не буду их называть, чтобы не делать им рекламу. Почему нет? Если вы их через запятую назовете. Да, там, бисептол или еще что-нибудь такое известные препараты наши, которые мы пользуемся, они из дженериковых препаратов, их там может быть два-три десятка. Но мы знаем уже вот тот, который у нас много лет в стране. К сожалению, после уже развала Советского Союза, народ привык больше к торговым названиям. И востребованность этих препаратов из-за рубежа уже как бы превалировала над нашей промышленностью. И наша промышленность, особенно субстанцией, не было возможности производить, не было исходного сырья. Она, ну скажем так, близка к коллапсу. Практически уже нет витаминов, нет антибиотиков. Это все известно всем. Отсюда возникла программа, очень правильная программа, Фарма-2020. То есть к 2020 году, вот вы упоминали Дмитрия Анатольевича Медведева, задача стоит такая, что более половины препаратов, вот списка номенклатур, но особенно важных препаратов, должны производиться в нашей стране. И на сегодняшний день перекос большой. У нас больше импорта, чем наших. И, к сожалению... Я так вот посмотрел, там чуть ли не до 70%. 75%, да, 75% импортных, это в упаковках. И это говорится о простых препаратах, о сложных препаратах. Но стратегия очень правильная, что мы должны обеспечить себя некоторыми препаратами, которые гарантируют национальную безопасность. На сегодняшний день, конечно, конкурировать с китайскими субстанциями, с индийскими субстанциями чрезвычайно тяжело. Но в плане производства высокотехнологичных, современных препаратов, здесь у нас, я считаю, неплохая тенденция. А вот смотрите, как раз нам пришел, вот прям с пылу жару, читаю вопрос, как часто российская фармацевтика проводит клинические исследования своих новых продуктов, насколько это повышает цену конечного продукта. Для всех ли лекарств нужны такие исследования? Станислав Д. прислал нам на сайт вопрос. Ответ. Для того, чтобы создать лекарственный препарат, доклинические испытания должны быть всегда. Причем с каждым годом, и вот с прошлого года наша страна подписала согласие на то, что она будет придерживаться европейских правил, и мы перешли уже в очень жесткий режим проверки качества препаратов, безопасности препаратов и эффективности препаратов. Отсюда, конечно, разработка одного лекарственного препарата, если бежать с очень высокой скоростью, это 10-12 лет. В среднем занимает от 10 до 15 лет. Поэтому, конечно, это все безопасность, 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 потом эффективность. А вот про цену. Насколько повышается цена от проверки? Или проверка включена в... Ну, то есть, понятно, что проверка безопасности, эффективности, бесконечные тесты, они включены просто в... Конечно, что... Нет, понятно, но они просто включены в сам процесс. Обязательно. Это естественный процесс. Его другого быть не может. Потому что сначала изобретается какая-то молекула, откуда она берется и по какой причине решили ее делать лекарством. Это абсолютно другая сюжетная линия. Но, грубо говоря, когда уже женились на молекуле, то процесс абсолютно четко детерминирован. И каждая стадия, она примерно известна, сколько стоит. Сейчас у нас небольшое время осталось до перерыва на новости. Хотел вот вам какой вопрос задать. Очень часто, понятно, особенно вот Дмитрий Медведев произносил, и вы уже сейчас произнесли в эфире, слово дженерики, 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 дженерики. То есть препарат вторичный после некого изобретения ноу-хау. То есть сначала изобрели какой-то первичный препарат, новый, а потом от него начинают, его же начинают как бы клонировать. Ну, то есть копировать после того, как проходит патентное право. Вот в этом случае, нужны ли нам вот эта вот проверка, вот эти вот тесты бесконечные? Обязательно. Каждая компания, каждая фирма, каждое производство делает свою субстанцию. И должна быть доказана эквивалентность тому, которая была под патентом. То есть вот испытания биоэквивалентности, они обязательны для любого производителя препарата. Мы, таким образом, производя дженерики, то, к чему призывает, в первую очередь, да, то, к чему призывает Медведев, и то, на что в части своей направлена вот эта программа 2020, до 2020 года, мы насколько удорожаем, возможно, можем удорожать эти лекарства, там, в том числе, первой необходимости. Потому что речь идет о том, что мы должны обеспечивать лекарственными препаратами, конечно, ну, малозащищенные, так сказать. Я хочу пояснить. Если мы говорим о дженериках, то мы их не удорожаем. А уже более подробно мы можем поговорить чуть попозже. Да, поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. 99,6 программа Pro и Contra. Финамов вам. Продолжаем Pro и Contra. Сегодня говорим о том, может ли Россия обеспечить себя лекарственными препаратами. Напомню, у нас в студии Владислав Дегин, президент группы компании PEPTOS, доктор биологических наук, профессор Алексей к нам присоединился по телефону. Алексей, мы вас слушаем. Доброе утро. Здравствуйте. Да, ваш вопрос. Добрый день. Я думаю, что... Я как пояснение хотел дать небольшое... Давайте. Я думаю, что Россия обеспечит за своих граждан препаратами, поскольку, например, я уже давно отказался от лекарств и не верю ни фармацевтике, ни государству. Поэтому таких людей с каждым днем становится больше и больше. Я думаю, что все-таки обеспечит. То есть вы хотите сказать, что как только останется мало людей, которые верят в государство информации, сразу пойдет, так сказать, прирост, да? Ну, конечно. Те, кто люди верят, те покупают, но их меньше-меньше становится. Потому что, очевидно, просто времени, наверное, мало примеров приводить из моей личной жизни, из моей личной практики, как я без лекарств обходился от всяческого рода заболеваний, да, и на сегодняшний день. И мои дети там, ну, короче говоря, здоровый образ жизни, никакого сигарет, ни алкоголя. Ну, это время нам, да, чтобы рассказать, как бы. Я понимаю, Алексей, можно я только задам вам один вопрос? Скажите, пожалуйста, ну, все-таки, я понимаю здоровый образ жизни, я понимаю там все, что угодно, но, тем не менее, никто не застрахован. Вы же в Москве живете, да? Ну, под Москвой в ближайшем. Под Москвой в ближайшем. Никто не застрахован от каких-то болезней. В конце концов, ну, голова просто болит, мигрень, я не знаю, ну, как-то, чем вы, чем спасаетесь? Лично я чем спасаюсь? Да. Ну, может, это покажется кому-то непонятным. Я где-то книги давным-давно прочитал. Если у тебя что-то случилось, боль какая-то, да, подумай, для чего это болит? Ну, для чего? То есть задавай вопросы. Я не знаю, как это называется, но на сегодняшний день это работает. И не только голова, и другие боли. Я на своей практике обходил все этим. Вот, честное слово. Понятно. Спасибо вам огромное. Тоже позиция. Если вам есть что сказать по этому поводу, 6510-99,6, 6510-99,6, 495, код города Москвы, и финам.фм, страничка программы Про и Контро. Звоните, пишите, мы продолжаем. Наш разговор к нам присоединяется по телефону известный фармэксперт, директор некоммерческого партнерства Центра социальной экономики Давид Милик-Гусейнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Давид. Рад вас слышать. Здравствуйте. Вот, это вам Владислав Дегин. Привет передает. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, вот мы в первой четверть часовки говорили о том, что об удорожании лекарства, обо всем остальном. Как вы считаете, вот эта программа, которая заявлена Медведевым, она действенна? Вы как фармэксперт? Или все-таки нам придется туго, потому что на нашем рынке огромное 75 процентов, как вот мы выяснили с Владиславом, занимают все-таки иностранные компании? Ну, программа сегодня, про которую вы говорите, она, на мой взгляд, все-таки больше декларативна. И эта декларация сводится к тому, что нам надо, надо, надо с точки зрения промышленной политики. Но у тех, кто занимается здравоохранением, а именно у врачей, у практикующих врачей, не спросили, а нужны ли будут им эти препараты отечественного производства? И какие препараты им лекарственные необходимы? Я к чему это говорю? К тому, что у нас, к сожалению, промышленная политика, она никак не связана с здравоохранной политикой. Это совершенно две разные политики. И в итоге мы получим, ну, такой, может быть, прогноз, вот прогноз, связанный с анализом рисков, мы получим систему, которая будет развиваться совершенно два противоположных вектора. Российские заводы будут что-то производить, российские врачи будут как-то пытаться лечить, а в результате это пострадает ПЦН. Я считаю, что здесь должен быть комплексный подход, подход, связанный с полноценным видением того, куда развивается мировая информация. Сегодня мы видим, что на мировом уровне нет необходимости в глобальных технопарках. Крупные фармкомпании не строят комплексы, там, застраивая модулями производственными гектары земель. Крупные компании, наоборот, идут в ниши, ищут эти ниши, пытаются решить проблемы конкретно взятого человека. Мы видим, что медицина постепенно персонализируется, и это влечет за собой персонализацию, конечно же, и лекарственных препаратов. И через 10-15 лет для каждого из нас, не знаю еще в какой форме, но тренд уже очевиден, для каждого из нас будут готовить индивидуальные лекарственные препараты, даже от массовых заболеваний, таких как грипп, петрианка и другие нозологии. Поэтому сегодня вектор промышленный, на мой взгляд, он не совсем корректный. Мы пытаемся освоить площади, мы пытаемся масштабировать производство, хотя вся мировая фармация, она стремится сфокусироваться на небольших задачах. Давид, вот Владислав Дыгин, один из, я так понимаю, что мы просто за кадром беседовали по поводу Сколково, да, вы один из резидентов Сколково, я правильно понимаю? Это как раз тот самый технопарк. Давайте дадим ему сказать, может быть, вы каким-то образом придете к истине, потому что у вас одно мнение, а у него наверняка другое. Ну, я во многом согласен с Давидом. Конечно, нужно иметь скоординированные действия между фармпромышленностью и фармпотребностью. Ну, то есть медиками. Медиками, нашим здравоохранением. И, конечно, мировая тенденция идет к персонализированной медицине, но наша страна, откатившись в начале 90-х назад, она должна пройти этот этап. Мы должны все-таки создать тот массив лекарственных препаратов сегодняшнего дня, не вчерашнего, а сегодняшнего дня, которые должны обеспечивать ту потребность населения, которая есть сегодня. Мы не можем там в каком-нибудь деревне в Центральной Сибири сделать персонализированную вакцину для какой-нибудь бабушки, которая чем-то болеет. Но сегодня мы должны эту бабушку обеспечить препаратами первой необходимости, в том числе и противодиабетическими, в том числе и онкологическими. А это пока еще как бы массовое производство. Насчет технопарков и насчет комплекса строительства это не от хорошей жизни, а это от жестокой необходимости концентрировать ресурсы. Вот у нас есть очень хорошие примеры технопарков, Калужского технопарков, Питерского. Создание современного производства там стало возможным только благодаря усилиям, сконцентрированным по созданию инфраструктуры. И на эту инфраструктуру уже приходят и наши производители, и международные. Да, со временем это все перерастет и превратится уже в какое-то направление персонализированное. И здесь Сколково, я считаю, чрезвычайно был вовремя создан и чрезвычайно вовремя правильно поставленная задача. Задача не вчерашнего дня и даже не сегодняшнего, а завтрашнего. Давид, вы что по этому поводу скажете? Может, есть что добавить? Тем более, что вот действительно есть такое мнение. Ну, это правда, что нам... Мы не сможем сейчас всю 143 миллион... Все 143 миллионное население нашей страны обеспечить индивидуальными лекарствами. Как быть? Я скажу, что существующих производственных мощностей их вполне хватает, чтобы обеспечить Россию и близлежащие страны СНГ в натуральных единицах, то есть в упаковках, в штуках, необходимыми препаратами. Проблема России не в технопарках, не в площадках. Они есть. Их, в принципе, достаточно. А проблема в своих препаратах... Это наследие советской фармации? Вот эти вот... Нет, уже и российские заводы построены в достаточном количестве. В новейшей истории российской фармацевтики уже построили много площадок. Вот проблема в конкретных препаратах. И если мы будем заниматься тем, что разрабатывать копии с оригинальных препаратов, то есть производить устаревшие лекарственные препараты, то нам никогда не видать развитие вот этой инновационной парадигмы развития фармацевтической отрасли. Мы всегда будем отставать на 10-15, а может быть и 30 лет от западных держав. Мы не занимаемся, реально не занимаемся инновациями. И все эти технопарки, которые перечислил Владислав Асекович, я согласен, что это классные решения. Но подавляющее большинство участников этих технопарков занимается исключительно упаковкой лекарственных препаратов. И даже не помышляют о том, чтобы локализовывать здесь полный цикл от разработки синтеза субстанций до указанной лекарственной формы. Спасибо, Давид. Спасибо огромное за ваше мнение. Я вот что хотел спросить в связи с этим. У нас же, помимо... Вот мы сейчас говорили про производство, помимо того, что мы имеем в наследие от советской эпохи, помимо того, что уже построено, на нашей территории строят производство свое. Или это не производство, а просто упаковочные линии. Разные иностранные производители, там, ЛЕК, который, да, там, принадлежит... Это славянская компания, которая принадлежит Навартису. Насколько я понимаю, Берлин Химии, если я не ошибаюсь. Это как-то нам мешает? Помогает? Ну, действительно, Давид, абсолютно прав. Да, большинство предприятий строят фасовочное производство. Но это первый шаг. Начинается с фасовки, потом дальше люди смотрят... В конце концов, это бизнес. Они смотрят на ситуацию инвестиционную, ситуацию различную. Дальше уже следующим этапом будет идти производство субстанции, потому что это очень всегда дорогое производство. Но я бы отделил дженерики от действительно инновационного производства, от инновационных разработок, от перспективы будущего. И вот на этом, конечно, нужно сосредоточиться и стратегией правительства, и стратегией Министерства промышленности. А насколько сейчас... Насколько сейчас вот эта тема... Вот этой темой правительство занимается? Потому что про дженерики мы все поняли, да, что нам надо обеспечить лекарственными препаратами относительно дешевыми, ну, то есть приемлемыми по цене, там, большинство населения. А вы говорите про инновации. Насколько этим... Насколько в это готово вкладываться наше правительство и помогать? Сейчас правительство помогать готово, но оно должно помогать деньгами, да, в конце концов, и приоритетами отечественными. Сейчас есть программа Министерства промышленности для именно разработки новых, абсолютно новых инновационных препаратов. Правда, эта программа немножко хочет сделать все очень быстро, да, я уже рассказывал, что процесс... Да-да-да, 10-15 лет. 10-15 лет, а там дается, скажем, финансирование на 3 года. Но в конце концов надо делать первый шаг. Ну и, конечно, самое главное, я считаю, на сегодняшний день в плане инноваций, особенно в области биотехнологии, это вот Сколковская идеология, Сколковский проект, само Сколково, потому что оно именно создано. И вот я являюсь экспертом, тоже экспертной комиссии Сколково, я вижу, как за 3 года, почти 3 года уже прошло, качество подаваемых проектов на экспертизу выросло просто в разы. Это уже, ну, грубо говоря, не стыдно читать этот проект, который предлагается для финансирования, для входа в резидентуру Сколково, и он абсолютно нормально инспектируется и международными экспертами. Поэтому сейчас это именно то посевное место, где это все должно вырасти. Я хочу оставить вопрос на период после новостей, на третью четверть часовку, у нас где-то полминутки остается до новостей. Вопрос вот какой. Российская фармпромышленность, кого рекрутирует? Достаточно ли у нас молодых специалистов? Выпускают ли у наши вузы достаточное количество специалистов сейчас? На кого мы могли бы положиться? И, собственно, кому придется реализовывать вот эти самые программы по разработке инновационных лекарств, инновационных препаратов, ну, и, так сказать, строительства? Встретимся после новостей. Не переключайтесь. Это программа «Про и контр». Продолжаем. Мы говорим сегодня о том, может ли Россия обеспечить себя лекарственными препаратами. 65 10 99 6 4 9 5 код города Москвы. Присоединяйтесь к нам в нашей беседе по телефону или пишите нам на сайт финам.фм, страничка программы «Про и контр». Перед новостями я Владиславу Исааковичу Дейгину задал вопрос, из кого мы можем рекрутировать, есть ли у нас достаточное количество молодых специалистов, выпускают ли вузы наше достаточное количество специалистов, на плечи которых, собственно, мы и должны переложить вот эту вот разработку инновационных препаратов. Да, это как раз одна из крупнейших, я бы сказал, самых болезненных проблем. Системных. Системных, да, системных проблем, как воспитывать новые кадры, которые пойдут не в сервис какой-нибудь, а именно пойдут в фармацевтическую промышленность, пойдут в науку, в разработчную, разрабатывают лекарственные препараты. И это действительно сложно. Особенно вузы, которые должны сегодня выпускать провизоров, фармацевтов, технологов страдают от того, что недостаточно специалистов. Но опять же, есть некоторые положительные моменты. В частности, создан биокластер «Северный» на базе физтеха. И там созданы вообще целые направления, ну, скажем, биотехнологии, биофармацевтики, вот такое вот очень хорошо развивающееся направление. В нашем институте, Институт биоорганической химии, Академия наук, одними из первых создан центр научного образования для студентов старших курсов. И у нас на сегодняшний день, у нас примерно около 200 молодых ребят из различных, химфак МГУ, биофак МГУ, физтех, МФТИ, МИДХТ и прочие вузы посылают туда хороших специалистов. И мы выпускаем уже людей, которые подготовлены к научным работам, подготовлены к дальнейшей деятельности. Вот за счет этого у нас есть в институте молодая кровь, за счет этого несколько человек в год мы всегда оставляем у нас. Хотелось бы, чтобы это было вообще во всей промышленности, но пока это большая проблема. Ага, к нам присоединяется Виктор Дмитриев, это генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей. Виктор Александрович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Виктор. Слышали, о чем мы сейчас говорили? Мы говорили сейчас как раз о том, кого рекрутировать, да, о молодых специалистах. Вот я сейчас хочу вам задать этот вопрос, а перед этим мы послушаем нашего гостя, нашего радиослушателя Леонида. Леонид, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вообще сказать о развитии промышленности, о которой вы сегодня говорите. Давайте. До 20-го года то, что было декларировано Медведевым, это вообще нереально. Я специалист в этой области. Дело в чем? Что у нас база для производства лекарств, она разрушена. У нас было 490 субстанций отечественных выпускал, а сейчас выпускается, ну и где-то порядка около 90, из которых делают готовые лекарственные формы. Чтобы сделать эти субстанции 400 с лишним наименований, это очень сложно, когда уже разрушим весь синтез. Институты. У нас был химико-фармацевтический институт имени Роженикин. Где он? Развален. Всесоюзный научно-исследовательский институт фармации, который готовил и научные кадры, и исследовал лекарства. Где он? Развален. Субстанции сейчас китайские, турецкие и прочие. То, что говорят эти авторы, что у нас значительное количество лекарств, 30% это отечественные, там субстанции тоже импортные. Поэтому они условно отечественные. Теперь выпуск специалистов. У нас выпускают специалистов по заводам, это в основном Петроградский фармацевтический институт. Там есть отдел, который выпускает для провышенности. Все. Больше никто. Леонид, мы поняли. Просто очень у нас, к сожалению, короткое время в эфире. Спасибо вам огромное за вашу информацию. Вот пока вы говорили, пока Леонид говорил, Владислав Дыгин кивал головой. То есть все правда? Ну, большинство правда, конечно. Давайте спросим у Виктора Дмитриева. Виктор Александрович, прокомментируйте, пожалуйста, Я могу согласиться с этим только отчасти. На самом деле многое было разрушено, но многое уже установлено, а что-то построено с нуля. Поэтому, по всей видимости, оппоненты не до конца знают сегодняшнюю картину. Во-первых, у нас уже встали с колен многие отечественные компании, таких, к примеру, как Мишфарм, Акрехин, Верафарм, и сегодня производят препараты, которые распространяются не только в Российской Федерации, не только на рынке СНГ, но и экспортируются на Запад, в том числе и в страны Евросоюза. С другой стороны, к нам пришли западные инвесторы в лице той же компании Новый Нордик, Астразенека, Берлин Химия, Никомет, кто строит заводы здесь, и, соответственно, их продукция уже становится локально произведенной, становится отечественной. Что касается ситуации с субстанциями, да, здесь я согласен, но это общий мировой тренд. Сегодня в Америке там около трех-четырех лет назад закрылся последний завод по производству субстанции, потому что, с одной стороны, это производство не очень экологически чисто, и, с другой стороны, оно энергоемкое. И сегодня Китай и Индия стали фактически мировыми фабриками по производству субстанций. Поэтому здесь мы, конечно, движемся в общем тренде. Хотя, с другой стороны, я согласен с тем, что мы должны определиться со стратегически значимыми препаратами и именно под них производить субстанцию у себя в стране. К сожалению, сегодня те, кто производит субстанцию, они пока не могут конкурировать с теми же китайскими продуктами. Просто по цене? Да, по цене. Дело в том, что в Китае существует госпрограмма, поддерживающая экспорт. И, соответственно, Китай сюда заходит с демпингом. Хотя мы видим отрицательный момент к этому. К примеру, субстанция, которую производили наши производители, аскорбиновой кислоты, она стоила 4 доллара килограмм. Китай зашел с ценой 2 доллара. Естественно, мы не выдержали, производство пришлось закрыть. Сегодня килограмм этой субстанции стоит 14 долларов. Вот. Поэтому, если мы говорим о производстве субстанции, то здесь я считаю, что дело, прежде всего, государство, стране бизнеса. То есть мы должны определиться в стратегически важных субстанциях и именно их с господдержкой производить. А какая поддержка, это уже надо обсуждать. Либо это налоговые льготы, либо это какие-то послабления в госзакупках и так далее. Вот. Но в целом я только относительно могу согласиться с моими оппонентами. Сегодня отрасль развивается. Мы видим рост и в деньгах. Мы видим появление новых препаратов, пусть и воспроизведенных. Деньги стали вкладываться в науку. Мы сегодня одни из первых в мире воспроизвели фактор крови 7. Сейчас идет работа над 8 и над 9 фактором. Поэтому не все так плохо. Я нам на сайт напомню, что финам.фм страничка программы про и контр. Пишите, звоните 6510 996 495 код города. Нам на сайт пришло такой вопрос замечания от Сергея. Я прошу и вас, Владислав, и вас, Виктор, прокомментировать. Сейчас я зачитаю. А не кажется ли вам, что препараты, производящиеся в России, проигрывают импортным аналогам по тому, как выпускаются на морально устаревшем оборудовании по давно устаревшим технологиям. Вот такое. А мне не возьмите также такую простую вещь, как витамины. Ну вот сейчас мы говорили про аскорбиновую кислоту. При употреблении тех же американских витаминов нагрузка на организм минимальна, а у употребления российских есть шансы повредить здоровье. Те же почки, в кавычку. И еще маленькое замечание. В российских аптеках не так-то прост. Нет такого простого вещества, как мелатонин. Вам лучше прокомментировать. Его американский вариант выпуска другими не пользовался, поэтому про другие сказать не могу. Не дают нагрузки на выделительную систему организма. Зато в России есть заменитель мелатонин и мелоксен. Вроде бы все то же самое, но он реально сильно нагружает почки. Ну вот какие-то конкретные достаточно вопросы. Давайте сначала попросим Виктора прокомментировать. Ну, что касается производства, я соглашусь с тем, что вот сегодня пестрый. У нас есть те компании, я уже говорил, которые работают, экспортируют продукты назад, в том числе из Германии. Это в общем показатели качества производства и качества продуктов. А есть те, кто остался в наследство с советских времен, и, безусловно, они далеки от совершенства. А процент какой? Тех или других? Да, вы знаете, тут дело в том, что вот эти цифры, они несколько лукавые, потому что если мы говорим об абсолютном числе компаний, которые работают по мировым стандартам, их сегодня около 20 на рынке, при том, что 450 компаний, там более даже 450, имеют лицензии. Но если говорить о производстве в деньгах, то вот эти 20 компаний, они производят фактически 5% всех лекарств, производимых в Российской Федерации. Поэтому вот здесь цифры, они такие весьма лукавые. Поэтому да, отрасль пестрая, и мы надеемся, что те решения по переходу отрасли на GMP были приняты, а это срок 1 января 2014 года, они будут выполнены, тогда мы увидим естественную санацию рынка. Вот это произошло на Украине, там 30% местных компаний просто были закрыты из-за того, что не соответствуют мировым стандартам. Простите, а давайте поясним для наших радиослушателей, что такое GMP, коротко. GMP, если говорить это английская аббревиатура Good Manufacturing Practice, то есть хорошая производственная практика, требуемая производственная практика. Сегодня у нас есть лицензионные требования, но они не совсем совпадают, они близки к GMP, но они не совсем совпадают с требованием вот этой практики. Их несколько существует. Существует американская, существует Европейского Союза, существует японская. Мы, соответственно, сегодня стремимся гармонизировать с европейскими практиками. Владислав, как вам кажется, мы сможем гармонизировать европейские практики И сколько, возможно, таких лишних производителей, ну, не лишних, а, так сказать, устаревших морально, отомрет после введения вот этого GMP. Спасибо большое, Виктор Дмитриеву. Ну, я хочу сказать, что сможем ли мы, не сможем, мы должны, обязаны, с 1 января должны будем переходить на эту систему, потому что это система гарантии контроля качества от идеи до аптеки. Это система, которую мы сами приняли, или, например, она нам навязана тем же входом в ВТО, там что-то такое? Нет, мы ее принимаем сами, уже это процесс десятилетний, когда мы стараемся гармонизировать наши правила с международными, с европейскими, американскими. И сейчас для того, чтобы мы имели то же качество препаратов в наших аптеках, мы обязаны перейти на качественное производство. Отсюда у нас уже пройдут эти упаковки в старых бумажках, фунтиках и прочее. Да, это немножко удорожает продукцию, но зато это будет гарантированное качество, потому что самое главное, чтобы мы не навредили пациентам. Сколько производств отомрет, эта жизнь покажет, потому что ни один, я вас уверяю, как сам человек, который много лет занимается производством, ни один руководитель производства не скажет, да ну нафиг, пусть оно помирает. Каждый будет стремиться модернизировать свое производство, наладить его качественную контроль, заменить оборудование по мере возможности, если, скажем, по деньгам или так далее. В связи с этим не придем ли мы к тому, о чем говорил Давид Мелик Гусейнов? То есть может ли такое случиться, что сейчас завод или компания, которая выпускает, скажем, несколько препаратов, десяток, например, остановится на каком-то одном-двух, то есть сократит свое производство для того, чтобы как-то качественно производить. То есть вот будет такое сегментирование рынка? На первых порах, наверное, так и будет, потому что невозможно объять необъятное, потому что это очень жесткий контроль буквально каждого шага, каждой мелкой стадии всего-всего процесса производства, документации, выпуска, лицензирования. Это очень будет жесткий контроль. Но те люди, которые будут производить лекарственные препараты, рынок им будет диктовать. Вот вы сегодня два препарата делаете, а ваш старый препарат востребован. Переведите его в соответствие с нормами GMP, и он тоже появится на рынке. Вот, да. Но это процесс болезненный. Все страны мира переходили на этот процесс постепенно. И мы уже вот более 10 лет пытаемся перейти на такой качественный уровень. Как вы думаете, можно ли, могут ли фармпроизводители, может быть, вы знаете, может быть, вы как-то общаетесь, смогут ли рассчитывать в связи с этим на какую-то финансовую поддержку государства? Заложена ли эта поддержка? Сразу после новостей, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Оставайтесь с нами, про и контр. Это программа про и контр. Продолжаем беседовать о проблемах российских фармпроизводителей. Может ли Россия обеспечивать себя лекарственными препаратами? Так звучит наша сегодняшняя тема. 65 10 99 6 4 9 5 код города, код города Москвы. Это наш телефон. И финанс.фм, страничка программы про и контр. Это наш сайт. Пишите, звоните. Может быть, вам есть что сказать. А до ухода на новости я задал Владиславу Дегину вопрос о том, какова господдержка и запрашивает ли, запрашивают ли отечественные фармпроизводители такую поддержку при условии, что вот мы переходим на новые стандарты, при условии, что у нас есть программы специализированные. Да, господдержка есть, и я бы сказал, что тренд очень хороший, потому что раньше были какие-то разовые поддержки, разовые федеральные целевые программы. Сейчас есть федеральная целевая программа 2020. В рамках этой программы объявляются и конкурсы на именно модернизацию производства, на усовершенствование его в соответствии с требованиями GMP. И здесь нужно тоже участвовать тендеры, выигрываются тендеры. И некоторые предприятия уже получили финансирование. И есть очень хорошие примеры, когда уже производство, ну, просто стало современным. Вот Виктор Александрович перечислял, да, предприятия там порядка 20, которые сегодня не стыдно показать нашим зарубежным партнерам. И это действительно так. То есть их мало, но главное, что они уже появились. Насколько они конкурентно способны с теми же предприятиями, скажем, европейскими? Вообще в Европе много заводов? Ну, уже намного меньше. Вот в бытность, когда я работал в министерстве, я специально ездил смотреть те заводы, которые уже не нужны были для производства, скажем, местных, там, в Ирландии, в Австрии. И они говорили, что давайте мы для российского рынка будем что-то такое производить. Но это тогда тоже не сложилось. И сейчас есть понимание, что действительно нет такой огромной необходимости производить миллиарды таблеток на каком-то производстве для маленькой Австрии и так далее. То есть уже идет такая кооперация международная. Глобализированный рынок диктует тоже свои какие-то... Да, да, да. Главный вопрос – это обеспечение качества. Вот обеспечив качество, ты можешь конкурировать или завоевывать свою нишу. Вот очень хороший пример российских компаний, да, я их тоже не буду называть. Достигнув нормального европейского качества, они спокойно свою продукцию везут в Германию. Тот же Берлин Химии свою продукцию из Германии везет к нам. Никаких проблем с этим нет. Любимое наше слово – инновации. Насколько государство готово в этом смысле финансировать инновации в области фармации, я имею в виду наши разработки, и насколько мы готовы эти инновации являть миру, при условии, что мы вот то, о чем мы проговорили, и кадров не хватает, и кое-что в базе потеряно, вернее, не кое-что, а достаточно много, да. Плюс к нам присоединился Вячеслав Решетников, вице-президент Ассоциации российских фармацевтических производителей. Добрый день, Вячеслав. Здравствуйте. Я вам тоже этот вопрос адресую. Сейчас попросим ответить Владислава Дыгина, который сам, ко всему прочему, является руководителем компании, которая производит, ну, как я знаю, опять-таки, из разговора за кадром инновационные какие-то препараты. Ну, то, что государство хочет, чтобы это все развивалось, и финансирует это, и тоже есть какие-то программы, это несомненно. Единственное, что известные цифры, которые есть в мире, да, для того, чтобы разработать лекарственный препарат, я уже называл это 10-12 лет, но это еще и колоссальные деньги. На Западе стоит, некоторые называют цифры до полумиллиарда долларов за эти 10 лет. Это чтобы один препарат? Это чтобы один препарат вывести от химического стола в синтеза первой молекулы до того, как он появится на рынке. Это вот за эти 10 лет надо потратить такие суммы денег. Некоторые называют даже больше цифры, вот, бывает, наверное, и меньше. Есть замечательные примеры, когда просто препарат идеально был сделан, и очень быстро вышел на рынок. Но в нашей стране такие сроки просто неподъемны на сегодняшний день, ни для государственного финансирования, ни для частного тем более. Поэтому есть какие-то сегменты, да, допустим, возможность финансирования доклинических исследований, возможность финансирования клинических исследований. Вот эти этапы государство должно скоординировать. Сегодня они несколько раскоординированы. Вячеслав, вы что по этому поводу можете сказать? Может ли государство, да, выдать денег на... Если мы действительно поймем, что одна из компаний, или там ряд компаний представляет какие-то, ну, прям уж совсем прорывные технологии, там, прорывные препараты, и понятно, что мы с ними сможем выйти и на международный рынок, и имея патент, например, и производя его, зарабатывать колоссальные деньги, готово ли будет наше государство вкладываться в такого рода разработки? Есть, может быть, какие-то примеры подобные? Или все вот так, как сказал Владислав, этапами? То есть пусть достаточно будет того, чтобы государство финансировало такой этап, такой этап, такие-то исследования, такие-то исследования. А я думаю, что эти пути друг друга не взаимоисключают, это могут быть, ну, скажем так, они могут быть разнообразные, все зависит от многих вещей. Просто здесь есть тенденции, с которыми мы не считаться, в принципе, сказать, ну, просто не можем. Каковы они? А тенденции примерно, ну, я думаю, что основная из них, что сегодняшний рынок лекарственных препаратов, ну, мягко говоря, диктуется не нашими, не Министерством здравоохранения, не Министерством торговли промышленности и прочее. Это диктуется достаточно big pharma. Мы с этим должны, мы просто должны с этим согласиться. Почему? Потому что, и вот я добавлю просто, просто на встрече в рамках деловой России мы встречались с иностранными производителями, когда они в открытую заявляют, вы без нас никакого препарата на рынок не выведете. Это они говорят в открытую. И хотим мы того или не хотим, нам приходится с этим соглашаться. Ну, не совсем так. Извините, Виктор, я вас перебиваю немножко. Да, не совсем так. Даже мой жизненный пример говорит о том, что не обязательно соглашаться, просто надо идти своим путем. Да, действительно, они нам диктуут и навязывают. А нам бы надо, как нашей стране, от этих навязываний отказываться, представляя свои замечательные разработки, которые у нас, в принципе, есть. Есть, да. Я с этим соглашусь. И есть, и интересные, и прорывные. Но для того, чтобы в том числе выйти, в первую очередь, на наш рынок, это как это не парадоксально, это вторая тенденция. Для того, чтобы выйти на наш рынок с нашим препаратом, ну, это мое мнение, его можно обсуждать, но нужно и на него выйти со стороны западных компаний. Вот такой парадокс существует. Дело в том, что и общественное, врачебное, и общественное мнение вокруг нашего рынка, оно формируется. Формируется жестко, планово, постоянно. Ну, скажем, ни наше государство этим не занимается, ни наши компании не способны формировать, потому что они недостаточно сил и средств для этого. То есть, насколько я понимаю, условно говоря, мы что-то разработаем, но если мы это представим, это не пойдет на рынке, а если мы это продадим или каким-то образом передадим представление этого препарата одной из компаний, как вы сказали, Бигфарма, то это тут же выстрелит. Так я правильно понимаю? Ну, немножко, понимаете, да, если это действительно прорывной препарат, то без, на сегодняшний момент политика нашего государства, вся, и Министерство здравоохранения, и всех остальных ведомств не направлено на то для того, что, ну, нет механизмов внедрения наших инноваций, пусть даже прорывных, на наш отечественный рынок. А этот рынок диктуется и формируется биг-компаниями, да, Бигфарма. Это однозначно. Владислав, вы как бы, есть механизмы? Ну, я хочу сказать, что тут во многом прав, Виктор, они диктуются. Вячеслав. Вячеслав, извините, это с Виктором Александровичем. Я хочу сказать, что все-таки наши отечественные препараты появляются на нашем рынке и без западных компаний. И здесь и чувствуется поддержка на сегодняшний день Министерства промышленности. И просто мы не можем конкурировать по финансовым возможностям, по возможностям организации инфраструктуры с Бигфарма. Но тоже Сколково, она нам дает сегодня возможность внедрять свои препараты. И я бы хотел сказать даже на примере наших компаний, которые в полной кооперации со Сколково вывели препараты и на клинические испытания, и на рынок уже. И мы конкурируем или пытаемся конкурировать с Бигфарма, не преклоняясь перед ними на российском рынке. Я просто хотел немножко уточнить. Когда мы говорим о рынке, я вот сам вывел, ну скажем так, на отечественные рынки, не только даже некоторые страны СНГ, несколько препаратов, конкретно их четыре. Но я не говорю о том, что я вывел некие препараты, которые являются так называемыми блокбастерами. Мы сейчас говорим, ну здесь нужно определять тогда категории, о чем мы говорим. На самом деле все возможно, дорогу постигает идущий, все возможно. И, конечно, те механизмы, которые сегодня формирует наше государство, они способствуют тому, чтобы это развивалось. Я не против, я за. Вячеслав, у нас к нам присоединился Владимир. Давайте его послушаем. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Да, у вас какое-то замечание есть по ходу нашей беседы. Владимир. Алло. Пропал куда-то Владимир. Ну ладно. Тогда вернемся к нашей теме. А у нас буквально остается две с половиной минутки. Скажите, пожалуйста, а какие, собственно, препараты, вот вы можете назвать хотя бы группу, да, где Россия однозначно имеет сейчас технологии и какие-то инновационные мысли, разработки, которые бы мы могли представить, так сказать, вот в плане конкуренции с Бигфармой? Ну, в плане конкуренции с Бигфармой я не могу говорить обо всем рынке, потому что рынок колоссальный, это более пяти тысяч молекул зарегистрированные в мире, да, но вот... Я имею в виду российских. Российские, нет, российские в области биотехнологии, и сейчас Россия, в общем-то, начинает снова восстанавливать свои позиции. В советское время российская, советская биотехнология была чрезвычайно активна, и она была на очень-очень хорошем уровне в мире. К нам приезжали различные ученые, и вот в области пептидных препаратов, это пептидно-белковое соединение, наша страна до сих пор еще завоевывает, имеет неплохие позиции, хотя тоже потеряли сильно много. Вячеслав, у вас есть буквально 10 секунд, можете сказать, что... Я соглашусь с моим визави, это действительно так, и я тоже говорю о том, что у нас достаточно неплохие шансы в биотехнологиях. Спасибо вам огромное, это была программа «Про и контр», с вами был Константин Андреев, хорошего дня. А, вы подождите, все, и у нас еще целая минута, я что-то раньше времени решил свернуть. Извините, Вячеслав, да, мы вас слушаем, есть еще что-то вам добавить? Он уже отключился. А, он уже отключился, хорошо, Владислав, у вас есть... Ну вот я хочу сказать, что если правительство будет продолжать уделять внимание развитию инновационной составляющей в нашей фармацевтической промышленности и фармацевтической науке, то все будет хорошо, все будет развиваться, потому что желающих работать в этом направлении достаточное количество людей, а если есть желающие, кто сегодня работает, то к ним потянется молодежь, и тогда эта вся система выстроится такая, как она у нас была в начале 80-х годов. Вашими бы устами, мы будем надеяться, что так и есть. Вот теперь, наконец, я заканчиваю эфир, теперь у нас осталось уже до новостей 8 секунд. Это была программа «Про и Контра», а с вами был Константин Андреев, хорошего дня, спасибо большое.